здравствуйте друзья сегодня понедельник 3 августа август да вот время тлетит хочу сказать что не помню точный день но в августе 1995 года как сейчас помню если не ошибаюсь конечно интернет сделали доступным для граждан до этого он существовал для учреждения там оборонка университеты вот и стал таким общедоступным я не знаю может будут праздновать как-то официально но вот сегодня под разговор там с утра вспомнилось да в августе 95 года вышла windows 95 я как сейчас помню я работал тестером и было много сумасшедших совершенно людей которые оголтелые они с утра в этот день когда должны были поступить в магазины и начать торговлю они с утра создали очереди там у магазинов и когда двери открылись они побежали чтобы схватить эту windows 95 это показывали по телевизору да тогда еще не было такого чтоб там из интернет подгрузить там автоматически апгрейд какой-то такого не было в общем август 95 такое интересное время как-то вошло можно сказать в историю кремниевой долины ну и можно сказать всего человечества с интернетом если так вот выходные у меня были довольно насыщенные вы может быть по видео заметили в субботу к нам приехали вот новички вот кремниевой долины дмитрий татьяна их трое деток и мы весь день там вместе гуляли болтали на следующий день мы отправились там на прогулку с виктором и его женой линой наши соседи там подачи тоже мы погуляли в общем за выходные нам крышу снесло абсолютно мы уже позабыли там на каком мы свете это хорошо это отдых вот в общем короче отдохнули отдохнули а у меня постоянно где-то но не пяток но может быть там два три четыре блогера постоянно скайпе там это присутствует среди не не так сказать с непогашенным огоньком да то есть надо там доделать и мы с ними обсуждаем когда мы сможем встретиться в скайпе и я их проинтервьюирую в нашу рубрику интервью с блогером и вот сегодня с утра так мы зацепились языками как говорится с блогером из москвы зовут его андрей у него канал называется весь везде сами вот они любят путешествовать со светланой там спутницей жизни андрея светлана они очень любят путешествовать объездили так насколько я помню его слова когда-то количество стран перевалило за 50 они как-то перестали подсчитывать в общем как-то так здоровые путешествия и вот блог у него об этом ну и так как бы оказался интересным таким собеседником что начали мы где-то в 8 утра с ним с копеечкой и договорились там до 10 с лишним то есть я еще так долго ни с кем не беседовал ну в общем какой такой ностальгический разговор он еще помнит те времена друзья он еще помнит те времена и у нас как бы такой разговор получился на одном языке что ли да то есть мы как бы об одних и тех же вещах и и как бы и оба помнят это большое дело то что когда с теми кто помоложе они не помнят они думают что этого не было или там что-то такое придумывает кто-то вот а тут мы уже так и от дуплились можно сказать вот интересный собеседник я не знаю значит насколько это побудит вас там блок смотреть о путешествиях это отдельная история но я считаю что как собеседник андрей очень такой ну на моей волне что же так так скажем что еще до два часа получился разговор я поехал на работу я уже не могу там дожидаться я поехал на работу поставил там видео на как сказать на изготовление с ужасом думаю какого же размера там файл получится не знаю но в общем может быть светлана моя подгрузит если я и там по телефону объясню что и как пока я буду в офисе но в общем а если не получится значит тогда уже вечером по подгружу так что это большое большое будет двухчасовое видео не знаю кто выдержит это смотреть я лично даже не заметил как эти два часа пролетели настолько было занятно вот может когда-нибудь андрей тут и до нас доберется мужа с ним тут на месте снимем что еще сказать смотрю мне пишут там где-то в комментариях там и в личке людмила приезжает значит в калифорнию я думаю ну людмила это наверное флойда ялта это как бы из всех людмил как бы наиболее известная вроде получается но думаю от пойти посмотреть что случилось пошел на канал людмилы да она повесила значит такое видео что собирается попутешествовать по калифорнии и на аляску вот ее пригласили так что она будет сан диего потом принять сан-франциско из сан-франциско поедет на аляску и потом обратно в общем как бы она там упоминает что хотел бы встретиться там со мной светланой мы тут люди гостеприимные очень рады так что вот я не знаю там еще по датам и по по времени но в общем я думаю что у нас получится хороший какой-то такой между собой чек блогерский вот я я с удовольствием на самом деле это это классно когда блогеры которые но не только блогер вообще люди которые друг друга знают только так виртуально где-нибудь там в сети вот и вдруг они живьем встречаются это всегда очень здорово что еще сказать понедельник завтра у нас начинается новая группа и эта группа занимается понедельник вторник четверг у них расписание это так называемый экспресс это дневная группа которая занимается три раза в неделю вот не 4 как full time full time в принципе и 5 занимается у них пятый день самоподготовка они должны тоже заниматься в это время то у них не не выходной так вот этот экспресс начинается 4 числа мы стараемся чтобы их было не больше 25 это очень сложно получается что может быть их будет 26 или даже 28 но 28 мы еще выдержим мы просто не хотим чтобы в маленьком классе они там друг у друга на голове сидели поскольку в основном там местный народ то нам легче это этим управлять когда все приезжают всегда есть какая-то неизвестность вот туда едет кто не приедет когда приедет где жить будет и сколько времени у него займет поселиться и так далее то есть там какие-то такие неопределенности возникают здесь вроде попроще но педагог который ведет эту группу должен вести будет вести эту группу у у нее отпуск это оля наша у нас две оли у нас есть ольга кей и ольга си вот у нас это ольга кей значит это ольга кей она кстати в августе если кому то интересно из тех кто нас слушает в августе мы с ней договорились что она начнет записывать вебинар по автоматизации тестирования с помощью селениум веб-драйвер и мы их просто вывесим сделаем доступными для всех желающих это будет как бы такой наш вклад в open source по тестированию на самом деле основная задача то моя это чтобы ребята которые в онлайновом классе учатся чтобы у них был такой курс потому что включать это в общую сетку часов даже за деньги нам нам очень сложно и мы подумали что гораздо проще будет один раз просто записать и пусть у них будет но может быть мы через три года еще раз запишем чтобы там какие-то последние изменения отразить там я не знаю в чем версиях там софтвера но во всяком случае если уже мы все равно это записываем то сделаем доступным для всех так вот оля она сейчас в отпуске с семьей и я буду вести в этой группе два занятия то есть первое я и так всегда веду такое оно ознакомительное там о школе о том как все это функционирует откуда все это взялось к чему мы там движемся и так далее хотя мы некоторые содержательные вещи там конечно тоже затрагиваем вот а сейчас я буду два урока вести и вторник и четверг подвига большого в этом нет но есть усилие дополнительное которое состоит то что надо к десяти утра быть на месте я обычно попозже прихожу может там пол одиннадцатого к одиннадцати мне аппотменты раньше одиннадцати не назначают то есть я обычно так прихожу чтобы прийти там чашечку кофейку так как-то пройтись по офису я могу надеть какую-то из красивых шляп которые меня есть вот могу пера фуражку белгвардейскую или там шлем с рогами викинговский мотоциклетный ну или что вот так под настроение будет адмиральская шапка у меня есть там то ли бы на партале адмирал нелсон не скажу точно но в общем вот такая есть для бани ну и так под настроение кофейку пропустишь вроде настроение хорошая и так уже аппойтменты аппойтмент у меня в основном это когда резюме надо сделать на на рынок человеку сегодня тоже вот я сейчас еду и мне могут в любую минуту позвонить на сотовый у нас паренек из онлайн его класса из майами но не совсем майами там тех краях ему 80 тысяч положили постоянную работу чем с автоматизацией то есть вот так и хочется сказать чудны дела твои господи давайте то есть вроде своими руками делаешь но когда доходит до результатов иной раз так челюсть отваливается думаешь но нифига себе это же надо же вот так вот вот так просто друзья я я не не могу даже словами пересказать что такое 80000 даже не первая работа не надо первую вообще 80000 во флориде даже даже в относительно дорогом по флоридским понятиям вместе таком как майами 80000 это это уму непостижимо это вот как знаете черной икрой по красной написать жизнь удалось вот честное слово ну в материальном смысле это это очень очень большие деньги вот они сейчас должны сегодня с него референсы ой да вот те и онлайн и вы класс а начиналось безобидно все так 11 человек было четыре года назад в это время был класс 11 человек так ужки да ну в общем начинается новая группа и в этом всегда есть какой-то элемент такой знаете энергетики такой хороший тоже надо еще чтобы группа была как сказать заводная мы очень любим когда группы заводные когда-то драйв присутствует когда все занимаются когда знаете так но они еще друг друга там подстегивают педагоги приходят с урок на типа может прийти человек измочаленный боже за что что так что же это такое а бывает приходит как на крыльях миша они такие тест кейсы писали ой там я такое там меньше писать там и так далее то есть вы не видите сколько радости вот людям которые преподают когда студенты действительно занимаются потому что на самом деле ничего кроме занятий самостоятельных ну вот домашние задания там и тогда для успешного студента не нужно то есть он если он просто занимается он уже будет очень хорошим и успешным то есть не то чтобы здесь какие-то нужные такие знаете способности природные особенные или там какое-то образование не дай бог там мг уф из тех там мифи нет 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 абсолютно нет просто надо заниматься добросовестно и все но вот бывает что и эта проблема казалось бы уж чего там но вот так что когда новая группа у нас это новые надежды и думаешь эх но вот эти то вот эти то ух уж вот эти да они ух вот а мы же их как бы отбираем они тесты сдают потом после теста собеседовать не всякий человек который успешно прошел тест попадет на курс потому что дальше идет собеседование с ним по-английски беседуют о жизни чем к нам пришел чего он ожидает и так далее частенько мы как бы ну отговариваем что ли то есть мы объясняем что он конечно может если он настаивает но в принципе лучше бы ему не связывать потому что ну вот какие-то вещи которые для него важны или там может быть он рассчитывает или может быть с кем-то случились а он думает что с ним это тоже обязательно случится и так далее вот мы значит отговариваем но сколько не знаю процентов 10 наверное из тех кто тесты сдал успешно потом что еще в августе у нас в августе у нас еще отчет мы должны написать штат калифорния называется и не улы репорт вот этот и не улы репорт пишется значит таким манером что мы должны посчитать кто из какой процент из студентов которые закончили курс в течение шести месяцев это требование 6 месяцев кто нашел работу соответственно это надо еще их разбить по группам кто сколько получил на этой первой своей работе и значит вот проводится большое количество времени тратить на это дело большое количество времени надо обзвонить тех про кого мы не знаем где они что они как они и делается это после 1 июля потому что нужно шесть месяцев то есть вот год закончился тогда и от 1 января 6 месяцев то есть мы закрываем июне и вот в июле мы начинаем подсчитывать у нас есть два месяца с июля там по конец августа когда мы должны это репорт сделать значит самая проблема что какие-то люди уехали переехали у них изменился телефон может быть у них не изменился email но они не отзываются на этот email в общем идет какая-то такая процедура это софия у нас обычно делает вот и где-то она мне говорила что получается процентов 80 вот за за прошлый год за 2014 до того у нас там было 82 80 но вот как бы погрешность этого всего состоит в том что из тех 20 процентов которые которые до 100 не хватило значит про 80 мы знаем что они работают а про 20 мы знаем что они либо не работают и вообще неизвестно где то есть вообще ничего не знаем поэтому может быть в целом статистика даже и получше если бы мы знали потому что наверное из 20 процентов то есть кто-то где-то работает но мы не в курсе поэтому вот это 80 процентов 82 процента 78 процентов это все в рамках вот той погрешности который где-то там плюс минус но но не минус а там только плюс но очень пару процентов я я думаю что это не принципиально потому что когда ты смотришь на это ты понимаешь что ну не знаю 15 там 16 17 20 процентов это все-таки люди которые за 6 месяцев с ними ничего не случилось хотя на самом деле если на это посмотреть там получается что какой-то какое-то количество из них и после 6 месяцев естественным образом потом устраивается знаете что получается он допустим закончил курс там я не знаю в конце декабря дальше у него месяц он там сдавал мог клиренс там всякие тесты проходил и феврале его отправили на практику и он этой практике был допустим там не знаю там два месяца два с половиной бывает что и 3 и практика это было допустим бесплатно то есть она ему денег не платила соответственно он там в статистику оплаченного не попал вот после этого он там репа почесал съездил там бабушку навестил в новосибирске потом он вернулся и пошел искать работу и и вот допустим пошел он на рынок там пять месяцев спустя то есть по окончании своего там это выпуска гаджи гаджи и соответственно там если через там шесть с половиной месяца от этого гаджи еще на работу нашел он уже не попал в ту статистику то есть так она поскольку у нас практика идет вслед за вслед за курсом то соответственно вот этот срок вот эти шесть месяцев там существенная часть из них это пока он попал на практику и пока он там был на этой практике пока он там решил все вопросы там после этой практики и тогда скажем в летнее время очень многие люди куда-то потом едут хотя мы им говорим что лучше ехать до а не после но жизнь накладывает там коррективы с вами в общем такой у нас творческий процесс я рассказываю чем наполнена наша неделя вот и у нас немножко такой стрессовый режим потому что у нас кто-то в отпуске больше чем один человек вот плюс у нас была женщина галина у нас две галины была одна помоложе другая постарше вот та которая постарше она ушла в компанию там тестировать ее взяли она с нашей стороны вела проект для этой компании а значит кончилось тем что там в компании человек уволился и ее взяли вместо него поэтому у нас теперь этот проект ведет анна который вот из гугла с маленькими двумя детками вы ее знаете она часто снимается она перешла к нам из гугла ушла и пришла к нам месяц назад ну и вот теперь она будет вести этот проект она мне сейчас помогает очень в онлайном классе там 125 студентов и она соответственно отвечает там на вопросы и постоянно там почти круглосуточно можно сказать с ними работает а сейчас еще она в этот проект подхватила так что у нас такие вот у нас даже есть на самом деле вакансия сейчас если вдруг кто-то тут на местности нам нужен человек на телефон обычно это там студенты может быть какие-то ребята которые ну не очень постоянные сотрудники но вообще нам нужен чек на телефон и там платят 15 долларов в час и нужно связано говорить по-английски и так любезно разговаривать с людьми а что им сказать мы научим так что есть есть у кого интерес дайте знать мы тут вот на местности и мы можно сказать очень и очень заинтересованы счастливо